Я буду рассказывать. Я смотрю в основном конкуренту. Нет, ну извините. Но, да, надеюсь, что всем все равно в любом случае будет полезно. Я это делаю не для того, чтобы… Да, да, да. Делаю не для того, чтобы денег заработать, а просто поделиться опытом, как мы работали с китайцами. Если вы знаете, да? Да, да, да. Мы… Не так давно была закрыта сделка о приобретении контрольного пакета нашей компании китайским инвесторам. Вот хотели рассказать немножко, что мы узнали о китайцах подробно. Потому что, на самом деле, я вот как бы… Ну, когда вот начал вообще тему Китая интересоваться, там где-то года три назад первый раз туда поехал, ну, как бы понятно, что это огромный ввоз таких стереотипов о китайцах, да, которые там частично из… Наверное, от челноков каких-то, которые в 90-е там торговали, там частично какие-то там, не знаю, геополитические какие-то… Ну, как бы наведенные геополитикой какие-то там стереотипы, да? Вот. На самом деле все это, как бы, конечно… Ну, стереотипы просто, ну, как бы можно взять и выкинуть все там, да, условно в помойку, прежде всего, перед тем, как начинать общаться с китайцами. Вот. И, как бы, дальше нужно вырабатывать свои собственные стереотипы, как бы, вот. Потому что, на самом деле, Китай, как бы, одна из самых быстро меняющихся стран. Вот. Как бы, китайцы сегодня, там, от китайца 20 лет назад отличаются, ну, просто разительно. Вот. Я просто первый раз общался с китайцами действительно ровно 20 лет назад. Могу сказать, что, ну, как бы, понятно, это случайный выбор, не репрезентативный. Но, как бы, действительно, коренное, совершенно коренное изменение. Сегодняшняя Китай — это совершенно другая страна, не то, что была 20 лет назад. Вот. А, как бы, ну, собственно, Китай — это огромная экономика, огромное население. Вот. И что самое, может быть, важное для данной конференции, это огромный венчурный рынок. Вот. То есть, как бы, который даже, вот, относительно ВВП больше, чем американский. Полтора раза получается, да? Если, вот, видите, что 60% ВВП американского Китая сейчас составляет, и при этом в венчурных инвестиций 92% от американских. Вот. Ну, то есть, представьте себе, да, то есть люди в полтора раза больше инвестируют в развитие, чем даже американцы. Хотя, вот, мы все знаем, что американский венчурный рынок, рынок, там, перегрет. Как бы, что, там, деньги можно поднять, там, ну, почти, наверное, на все, если ты правильно умеешь общаться с инвесторами. Ну, все говорят, что огромное. Это не мои слова, да, не мое мнение. Вот. Если ты сидишь, ну, это мнение, там, многих людей, которые общались в Силиконовой долине, вот, что действительно огромный совершенно пузырь, да, вот представьте себе, что этот пузырь еще в полтора раза больше. Вот. Ну, я не говорю, что это, ну, то есть, по мнению некоторых людей это пузырь, да, по мнению других это как бы совершенно нормальная история, что люди как бы действительно очень хотят расти и придумывают совершенно разные способы и очень много готовы инвестировать в рост, да. К сожалению, это, ну, у нас все, к сожалению, ровно наоборот, да, то есть, сами видите, что там 300 раз разница относительно российского венчурного рынка. То есть, у нас, да, у нас там интернет развит больше, чем в Китае пока еще, у нас, ну, по количеству интернет-пользователей, у нас там даже, ну, ВВП на душу населения пока еще чуть больше, вот, там, на 10 процентов. Но, как бы, в рост, ну, как бы, к сожалению, у нас не инвестируют на два порядка меньше, да, как бы, вот. Ну, и, как бы, да, что, может быть, тоже важно для данной аудитории, что средняя зарплата китайского инженера-программиста уже, уже, там, почти полтора раза выше, чем в России, вот. То есть, для китайцев уже сейчас, как бы, имеет смысл переносить, там, какие-то разработческие ресурсы, открывать R&D-центры в России. И, кстати, это, ну, не абстрагируюсь от нашего опыта, да, вот у Huawei в Москве огромный, там, ну, не знаю, огромный, нет, большой дата-центр, большой, извините, R&D-центр, да, R&D-центр, вот. И там вся математика внутри Huawei разрабатывается у нас здесь, как бы, в России, потом нам же продается. Вот. И, как бы, действительно, сейчас китайские инженеры стоят очень дорого на местном рынке, и, как бы, сюда, как бы, многие, ну, китайцы думают о переносе R&D-центров в многих компаниях. Вот. Ну, конечно, все еще там ниже, чем в США, это самое. Средняя зарплата в Китае, понятно. Вот. Ну, и, как бы, да, резюмируя, китайский рынок огромный, обладает огромным потенциалом, сравнимым с США, да, но почему-то, как бы, если вот можно назвать, не знаю, там, сотню стартапов, там, российских компаний, которые мечтают попасть на американский рынок, и, вот, не знаю ни одного, который, ну, или, там, гораздо меньше, в общем, российских стартапов, которые пытаются выйти на китайский рынок, как бы, я могу сказать, что, вот, по нашему опыту это зря. То есть, как бы, мы давно уже начали работать с китайскими клиентами, они, как бы, прекрасно платят, прекрасно принимают решения, очень мало выносят мозг, как бы, потому что практически с нами не общаются, просто выписывают, как бы, мы им выписываем счета, да, о них, там, оплачивают, вот, потому что, ну, они, ну, как бы, очень хорошо умеют работать с информацией, если ты что-то написал, то, как бы, то они это прочитают и поймут, вот, скорее всего, если ты это нормально донес. И, как бы, соответственно, ну, и, как вот, вы знаете, мы получили положительный опыт работы с китайскими инвесторами, и, в общем, довольно-довольно быстро, на самом деле, по меркам, таким, венчурную индустрию закрыли сделку, то есть, где-то за полгода, вот, хотя, там, как бы, часто бывает, что, там, на год, да, растягивая, в других странах, там, с другими зарубежными инвесторами это обычно все эти сделки растягиваются, там, на год, по крайней мере, вот, да, и, как бы, собственно, хотели, вся эта презентация ради того, чтобы поделиться опытом. Ну, что мы узнали о китайцах? Я, мы, конечно, вообще очень много всего узнали о китайцах, в плане бытовом, там, да, как у них, очень много интересных вещей, например, то, что вот они, вообще система ценностей несколько другая, да, вот. Для китайца, ну, немножко-то отвлекусь тогда, для китайца главное это, как бы, на самом деле, ну, то есть какие-то, быть совершенно по-другому устроен, да, то есть, сразу, например, вот, как бы, очень важна еда, да, то есть гораздо более, чем для русского человека важна еда, то есть, как бы, китайцы, вот, просто, ну, так, на всякий случай, вот, если будете на каком-нибудь переговорах, если вы увидите, что, там, вы можете подумать, ну, увидите, что китайцы начали нервничать, скорее всего, просто время, там, обеденное, как бы, вот, то есть, если вы, там, заставили китайцев опознать на обед, там, больше, чем на полчаса, ну, это, 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 это серьезно, как бы, серьезно вам минус карма, вот, вот, потому что, как бы, ну, обед должен быть вовремя, вот, и, как бы, хорошим, ну, это так, байка, да, на самом деле, да, барьеров, конечно, много, то есть, прежде всего, барьер, он существенный, как бы, в IT-среде, вот, так, чтобы, вот, понять человека, понимать хорошо человека без, там, постоянного какого-то лазения в онлайн-переводчики или без, там, не знаю, без каких-то, в общем, если, вот, вот, более-менее приемлемо и приемлемо английским владеем, так, чтобы можно было общаться и именно устно, да, как бы, мы, мы встречались, ну, я, по-моему, оценки где-то четверть китайцев, вот, из IT-среды говорит по-английски достаточно, ну, достаточно, чтобы с ними можно было вот нормально общаться каждый день, вот, ну, и быстро и, как бы, без диких каких-то там объяснений, это, ну, как бы, это надо просто принять, да, вот, конечно, да, чем моложе, чем более молодого представителя, чем человек более молодое поколение представляет, тем, как бы, он лучше, скорее всего, знает язык, вот, ну, вот, даже вот наше поколение, там, не знаю, 40 лет, вот, оно очень, ну, в общем, плохо говорит по-английски, за редким исключением, вот, как бы, ну, с этим надо жить, то есть, я могу сказать, что для, как бы, общения с клиентами это, в общем-то, даже не мешает, даже помогает, вот, как я говорил, да, потому что меньше выноса мозга, достаточно написать очень хорошую английскую документацию, и, как бы, они ее, скорее всего, смогут прочитать, но документация именно, что должна быть очень хорошая, вот, то есть, как бы, вот, если, если в ней написано все, что нужно знать человеку, то и достаточной информации, чтобы, чтобы понять, то ее прочитают, поймут и, как бы, будут применять, если в ней недостаточно информации, если она требует дополнительных вопросов, ее просто, там, не смогут понять, выкинут и с вами общаться дальше не будут, вот, такой примерно опыт, вот, ну, следующий, понятно, да, культурный барьер, он тоже, ну, я уже говорил про еду, да, там, как бы, то есть, система ценностей, в общем, довольно сильно отличается, ну, я могу так сказать, что, с другой стороны, она, конечно, отличается, вот, но, допустим, то есть, мы, конечно, там, ближе к западной системе ценностей, но, в общем, мы все-таки где-то, вот, вот, там, на четверть от западной, да, там, на три четверти от китайской системе ценности, мне кажется, вот, и, как бы, то есть, нам, китайцы, понять проще, чем, там, какой-то, американцы или, там, западноевропейцы, вот, и, как бы, тут просто нужно, вот, не знаю, тут универсальных у меня уже, как бы, рецептов нет, просто надо, как бы, убирать, убирать стереотипы и пытаться думать, как они, да, то есть, что для них важно, то есть, для них, например, ну, вот, могу так сказать, что в ходе, там, каких-то коммерческих историй, коммерческих переговоров, да, очень хорошо работает аргумент, там, это несправедливо, вот, то есть, как бы, там, справедливо так-то и так, то есть, не так важно, там, не знаю, может быть, как для… То есть можно даже по одним и тем же условиям, в принципе, и они это делают, и мы в ответ тоже, можно в принципе каким-то вещам передоговариваться совершенно спокойно в процессе переговоров. То есть если что-то… То есть время течет, и со временем меняетесь и вы, и они. То есть если вы о чем-то там… В общем, можно довольно спокойно обсуждать какие-то вещи и спокойно к этому относиться, главное, если они начинают обсуждать вещи, о которых вам кажется, что вы уже договорились. То есть нам просто главное, чтобы все время было справедливо. И для нас, и для них, и для нас, и для вас. Вот это самое главное, чтобы все время было ощущение справедливости. Ну и если дальше продолжать, регуляторные барьеры, конечно, очень значительные, но они как бы защищают китайский рынок от внешних игроков, но с другой стороны они, в общем, тоже преодолимы, на мой взгляд. И как бы… То есть если там, условно говоря, те регуляторные барьеры, которые есть в Китае, может быть, это даже легче преодолеть, чем там как-то огромнейшая конкуренция, который есть там в рынке штатов, на рынке штатов. То есть прежде всего о них можно… То есть это какие барьеры? Это интернет-сервисы должны иметь в Китае юрлицо, офисы – лицензию ICP. То есть если у вас есть сайт, который работает внутри фаервола китайского, то вы должны как бы соответствовать этим критериям. Это, в общем, решаемый вопрос. Это достаточно одного китайского представителя, который как бы распишется под этой лицензией ICP. И как бы если что-то случится… Да, его может быть… То есть как бы… Случится может только то, что там какой-то политический контент или там какой-нибудь незаконный в России, там во всем мире контент нехороший будет выложен. То есть, в общем, если вы ведете там понятный белый бизнес, как, например, это делают многие наши… Ну, некоторые наши игровые компании. Вот там… Это не такой барьер, ради которого не стоит смотреть на рынок в 10 раз большего размера. Понятно, что куча сервисов заблокирована, в основном западных, там, Google, Facebook, Telegram. Как бы… Ну, это так, да. То есть, поэтому, в общем, там бурным цветом разлетают местные сервисы. И сейчас многие местные сервисы уже там по… догнали и перегнали. Там аналогичные западные сервисы. Взять тут же Вичат. Которые гораздо больше сейчас возможностей, чем у аналогов западных. Вот. Ну, и там надо на всякий случай проверить, не закрыта ли отрасль для инвестиций. Например, телекоммуникационная отрасль закрыта для зарубежных инвесторов. Интернет, в общем, довольно спокойно. Интернет тут открыт. Вот. Ну, теперь вот те уже, как я уже говорил, да, те стереотипы, которые мы выработали в ходе общения с китайскими коллегами. Вот. Это вот, если кто знает, это Сунь Цзи, который жил две с половиной тысячи лет назад и написал трактат о войне. Вот. И на самом деле, ну, кстати, мое увлечение Китаем отчасти началось вот как раз с чтения этой книги. Она прекрасно читается. И я советую, если кто будет действительно работать с китайцами, почитать ее сначала, чтобы немножко настроить свой мозг на китайский лад. Как раз он очень много говорит о внезапности, о необходимости быстро принимать решения. И действительно вижу, что китайцы очень следуют этому правилам. То есть есть такое мнение, что распространено в России мнение, что это наоборот, что это не так, что там время как-то наоборот медленнее течет. Вот это просто, ну, как бы, просто они очень вежливые. Китайцы еще плюс очень вежливые. Очень редко говорят слово «нет». Вот. Поэтому, как бы, если они не… Если вам кажется, что они долго принимают решения, значит, скорее всего, они уже приняли. Не в вашу пользу, но просто вам стесняются об этом сказать. Вот. Как бы, на самом деле, если к правильному человеку попасть, то решение он примет буквально быстро, если им оно действительно интересно. Вот. И вообще, ну, есть такое еще… Как бы… Есть… Ну, как бы… Некоторые еще даже считают, что у китайцев есть такая психология волка, что если он видит какую-то… что-то ему, что ему нужно, он хватает это, как добыча, да, и убегает. То есть это действительно… Ну, то есть могу с этим столкнуться в первый раз, когда вот мы… Первого клиента у нас реально заняло день подключить первого клиента. То есть сегодня он, допустим, сегодня он пришел к нам на сайт, завтра он нам… Завтра он протестировал, послезавтра он нам заплатил. То есть идеальный клиент, да, как бы. И вообще не загружал ни наши там службы техподдержку, ни продавцов, ничего. Главное просто аккуратно все описать. Вот. Ну, второй стереотип, который у нас появился, это то, что китайцы много и упорно работают. Когда-то я думал, что я сам вот много и упорно работаю. На самом деле, ну, посмотрев, как работают китайцы, могу сказать, что это не так. То есть, как бы, ну, действительно, те, кто вот на… там, как бы, по крайней мере, на уровне высших исполнителей, да, то есть там менеджер среднего звена и выше работает, ну, реально, по 16 часов в сутки совершенно нормально. То есть, бывает, что там, не знаю, мне звонят там в 9 вечера по Москве, это 2 часа ночи по Пекину, там, да, то есть как бы… И это как бы не считается ненормальным. Это как бы считается вполне таким. То есть, как бы, для них, чем больше вот работаешь, тем это, как бы, почетнее. И, в общем, для многих китайцев, на самом деле, весь смысл жизни в работе состоит, да, особенно там для девушек, которые решили строить карьеру, вот, и вместо семьи, как бы, вот, таких довольно много. и, как бы, просто это надо, ну, надо это иметь в виду, и, как бы, и труд, соответственно, очень уважается. То есть, если вы тоже покажете, что вы многое очень упорно работать, вас будут больше уважать. Вот. При этом, конечно, ну, тут нельзя не сказать, что, в общем, большинство китайцев, конечно, любят такие стандартные операции, как бы, у них, то есть, как бы, не сказать, что, вот, прям, креативный труд их очень радует, как бы, то есть, им проще, там, да, делать что-то, вот, что они уже делали когда-то, вот. Ну, в общем, ради этого они, наверное, обращают свои взоры на нас, чтобы какие-то вещи мы помогали креативно делать. Вот. Ну, и да, собственно, вообще, в китайской культуре очень, как бы, в ней очень ценятся знания, технологии, вот, то есть, как бы, действительно, многие, многие там обвиняют китайцев в том, что они копируют, но это просто, это не то, что даже вот они мечтают украсть ваши знания и сделать их, им просто очень нравится перенимать чужие знания, ну, здесь заработать много денег, им просто очень нравится перенимать чужие знания, вся их, как бы, там, письменность даже, да, это, это, как бы, ну, представьте себе, вот, если вам пришлось бы каждый день писать 3000 иероглифов, да, использовать 3000 иероглифов ради того, чтобы там писать, не знаю, какие-то простые письма по стандартным делам, а там, 20 тысяч иероглифов, если бы вам пришлось, там, более каких-то, более отвлеченных тем беседовать, то есть ради, ну, то есть, как бы, и это очень, на самом деле, ну, как бы, с точки зрения, с моей точки зрения, это очень, ну, правильно, с одной стороны, с другой стороны, как бы, ну, всегда приятнее, когда тебя слушают, чем когда тебя, там, получают, да, какие-то партнеры, вот, это, ну, то есть, прежде всего, они будут вас спрашивать о чем-то, потом уже там сами какие-то, как-то рассказывать свое мнение, вот, да, ну, и как бы, продолжение этой темы, да, что действительно к информации относится просто к какой-то к чему-то сакральному, так я скажу даже, вот, то есть, и вообще нет фильтра между, ну, как бы, нет фильтра важный, неважный, да, вот, все, что вы им дадите, вы знаете, что это будет прочитано, по много раз понято, да, вот, я вспоминаю, как мы там давали какие-то свои документы на русском языке, там, какие-то внутренние компании, вот, то есть, реально люди там сидели, потом просылали нам сканы документов, да, это какие-то, вот, юридических документов, потом нам присылали, как бы, в обру, там, испещренные иероглифами, там, обратно эти сканы, там, и с вопросами, так, мы так поняли, или, там, вот этот вот параграф, хотя это там, как-нибудь, семистраничный документ внутренний, вот, как бы, все семь страниц были прочитаны, были прочитаны тщательным образом, и обсуждены, откомментированы, вот, и пока они, и пока они не поняли все семь страниц, там, дальше дело не пошло, поэтому, то есть, тут некоторые, кстати, советуют в этом плане, просто, ну, немножко дозировать даже информацию, которую вы выдаете, потому что, ну, если вы не хотите, просто, феерии вопросов, как бы, нужно, как бы, немножко дозировать информацию, ну, вот, да, ну, еще такая вот особенность, что, поскольку, действительно, они очень много пишут, да, как бы, то есть, им, кстати, даже в Китае, на самом деле, несколько, довольно много языков в самом Китае, да, и некоторые китайцы между собой могут общаться только иероглифами, они не воспринимают друг друга на слух, вот, то есть, есть, конечно, там, официальный диалект пекинского, но внутри полно и местных диалектов, и, ну, как бы, вот, там, китайцы, китайцы часто может не понять, и понять только именно написав, вот, поэтому, если вы хотите что-то объяснить китайцу, лучше напишите это на доске, на бумаге, вот, сразу пойдет совсем другое дело, потому что, вот, я поначалу сталкивался очень часто, да, с такой ситуацией, когда, там, сказал один раз, там, как что-то, потом, на всякий случай, второй раз сказал, а потом, когда я, там, все-таки, в третий раз, там, на следующий день, это, там, решил нарисовать, они, у них загораются глаза, и, как бы, удивляют, удивление, сказали, да, вот так вот, вы нам об этом не говорили, вот, то есть, просто, действительно, тут, как бы, визуально очень хорошо воспринимается информация, и вообще, вот, да, такая еще родилась теория, что, вот, представьте себе, ну, знаете, разницы, между TCP и UDP, вот, как бы, с китайцами нужно, должен обязательно TCP, то есть, как бы, вот, не надо рассчитывать, ну, если, там, разница между, там, взаимоотношениями, ну, как бы, общение, с китайцами и с русскими, да, это как TCP и UDP, то есть, каждый раз нужно переподтверждать, там, правильность получения информации, ну, получение информации, вот, но это, это, это совершенно не, не значит, там, не надо общаться, просто, как бы, можно, просто, как бы, устраняет, такой подход к общению, да, он устраняет многие, как бы, многие проблемы с недопониманием, потому что, если возникнет недопонимание, это самое худшее, что может быть, вот, ну, и, да, такой еще слайд, да, что, действительно, китайцы очень уважают российских инженеров, там, еще с советских времен, у них, это, кстати, плакат, призывающий использовать российские достижения науэк и техники, вот, ледокол Ленин, там, да, как бы, Ту-144, по-моему, самолет, вот, как бы, то есть, эти просто надо пользоваться, как бы, это, как бы, старшее поколение, особенно, проникнуто, проникнуто уважением к российской инженерной школе, просто, как бы, ваш, вам плюс, копилку, вот, и, как бы, да, ну, на самом деле, понятно, соответственно, что различия огромные, а с другой стороны, в общем, есть много общего, тоже, чем стоит пользоваться, да, вот, ну, это мое наблюдение, можете со мной поспорить, но мне кажется, что и в России, и в Китае, как бы, очень довольно низкое доверие между людьми, между компаниями, и так далее, да, то есть, как бы, по умолчанию, ты не доверяешь чужаку, да, и есть четкое, вот, совершенно разделение, свой-чужой, да, как бы, вот, в Китае, это прям вот тоже очень хорошо заметно, то есть, одно дело там свой, другое дело чужое, которое там можно опмануть, там, как-то, и так далее, вот, то есть, даже вот, ну, пример совершенно такой случайный, я когда там у своих коллег, своим коллегам сказал, что мне нужно купить там чай в подарок родителям, там, и коллегам в Москву, вот, они меня повели, не сказали там, пойди купи там, там-то и там-то, они сами меня повели в магазин, потому что, как бы, знали, что иначе могут обмануть, вот, ну, то есть, так, даже, ну, вот, то есть, как бы, действительно, вот, я думаю, что вот этот отрицательный опыт общения, то, что, как бы, такой нелицеприятный иногда, там, у наших коммерсантов отношения, как бы, мнение о китайцах, да, именно вот из-за этого, то есть, что, их зачисляли в категорию чужих, вот, и, как бы, соответствующим образом относились, вот, ну, и, как бы, как обороны, ну, как бы, как, как продолжение, это и теория моей, то, что, действительно, видно, что китайцы, китайцы, как правило, многие годы, работают в одной компании, то есть, они очень плохо, как бы, переходят, мигрируют, вот, как правило, вот человек приходит со студентом и всю жизнь там работает, там, иногда, там, через 10 лет перейдет, поменяет работу, каким-нибудь, лишним обстоятельством, вот, то есть, это вот, такая вот, более восточная, конечно, отношение к работе, там, люди каждые три года работу не меняют, вот, ну, и, как бы, отсюда, да, очень важно иметь связи, если действительно хочется делать бизнес в Китае, то есть, надо, надо сначала, не просто, там, доказать, что ваш, там, продукт, технология выгодна, надо, как бы, завоевать сначала доверие, вот, потом уже с тобой, вообще, будут разговаривать, вот, то есть, доверие, это, как бы, все, то есть, по-моему, и, как бы, без него никуда, никуда. Вот. Вторая, да, очень, как бы, показательная особенность китайцев, да, ну, не знаю, у нас, сейчас, для, вот, ну, мне кажется, в России тоже, да, все-таки, те люди, у которых есть деньги, они, как правило, очень хотят покупать все самое лучшее, то есть, там, вы видите полно, там, в технопарке мест, да, там, каком-нибудь, вы увидите дорогущие машины, там, все ходят с новыми афонами, вот, там, не знаю, по поводу машин, то есть, там, люди, которые, там, два года вышли из института, они уже как раз покупают, там, как-нибудь, ауди, там, или, такого, уровня барки, там, которые, понятно, что им не по карману, но им хочется, вот, показать, что, как бы, свою крутизну какую-то, вот, ну, и также в бизнесе, то есть, китайцы хотят покупать все самое лучшее, все самые продвинутые технологии, продукты, вот, сейчас они, ну, то есть, там, какого-то, собственно, вот, восприятия, как бы, честно говоря, не заметил, какого-то, то есть, всегда есть, ну, как бы, когда с тобой разговаривают, всегда оценивают, если это, по умолчанию, они думают, не лучше ли ты, вот, если они увидят, что ты не лучший, то тогда, как бы, ну, понятно, глупо покупать что-то в России, если можно в Китае купить такое же, да, если, вот, как бы, но если ты лучший, то тогда, соответственно, другой разговор, вот, ну, третье, да, это то, что китайцы, китайцы умеют, любят и умеют работать в авральном режиме, ну, как и мы, наверное, да, вот, то есть, как бы, если нужно что-то сделать, то есть, у китайцев обычно два типа, ну, как бы, два статуса, либо, как бы, все идет, там, в своем темпе, и, как бы, и, скорее всего, никуда не движется, но вот, если там подходит срок какой-то работы, да, то тут, тут наваливается вся, там, компания, много людей, и, как бы, делают все очень быстро, качественно, и в срок, вот, как бы, вот, ну, еще одна такая особенность, тоже, мне кажется, похожа на нас, это то, что, на самом деле, считанное число людей принимает решения в компаниях, вот, все довольно централизовано, и, как бы, то есть, опять-таки, если вы, как бы, если вам кажется, что решение долго не принимается, скорее всего, вы просто не с теми людьми общаетесь, вот, ну, и пятое, тоже очень приятная особенность, это то, что, там, IT-компании управляются инженерами, а не эффективными менеджерами, то есть, ну, грубо говоря, как бы, те, кто, ну, как правило, решение принимается, да, не исходя из, там, каких-то финансовых показателей будущих, а вот потому, что, там, это, поможет ли это, как бы, разовьет ли это технологически, там, компанию или нет, да, так вот, ну, и, как бы, приветствуется культура гиков, вот, там, пообщавшись с китайскими программистами, могу сказать, что там, очень все похоже на нас, как бы, вот, на эту аудиторию, в частности, на эту конференцию, вот, ну, и, как, как просто, иллюстрация, вот, вид из окна пекинской гостиницы, как бы, ничем он не отличается, там, от какого-нибудь вида, из М9 окна, или там, где-нибудь, ну, застройка 70-х, 80-х годов, прям, один в один, вот, сейчас современные, знаете, конечно, немножко другая, архитектура, вот, об этом, Артемий Левзиев, там писал, сравнил, вот, но вот, та самая застройка, вот, 70-х годов, просто, ничем не отличается, чувствуешь, в Пекине, просто, как дома себя чувствуешь, такой по-китайски, все по-китайски, надписи, вот, ну, и, как бы, такой, я обобщил, немножко, опыт, сотрудничество российских компаний, с китайскими, вот, ну, наши там, гранды, они продают, ну, которые во всем мире работают, они, ну, продают свои продукты, так же, понятно, в Китае, как и везде, вот, но китайцы, вот, мое мнение, что китайцы могут покупать, их и покупают только потому, что они просто лучше, вот, если же, вот, как бы, у вас там небольшая компания, и, ну, лучше технологически, если у вас небольшая компания, и вы хотите работать на китайском рынке, у вас нет глобального бренда, вот, то, путь правильный, это, как бы, открывать офис, назначать главой обязательно россиянина, который, там, понимает вашу культуру, умеет работать с вами, да, ну, скорее всего, вашего бывшего сотрудника российского какого-то, и набирать китайских сотрудников, и делать продукты, под местный рынок, потому что, как бы, местный рынок очень сильно отличается, вот, и вот есть пара успешных примеров компании, есть компания прогноз такая, которая, B2B продажами активно занимается, причем у них там сектора, сектора, которые, там, они делают в Китае, совсем отличаются, довольно сильно от секторов, которые делают в России, вот, компания iFree, замечательная, там, санкт-петербургская, производитель игр, там, мобильных приложений, открылась, там, открылась в Пекине, там, по-моему, 50, чем, 50, порядка 50 человек, работают, занимаются локализацией игр, и, как бы, размещением их, там, в многочисленных магазинах, в Android магазинах, да, потому что, как бы, Google Store, там, заблокированный, там, несколько десятков альтернативных магазинов, вот, у каждого оператора, там, у каждого вендора телефонов, свой собственный App Store, вот, ну, дальше, вот, чем мы занимаемся, занимались успешно, несколько, уже, там, несколько лет, это то, что мы продавали, есть большое количество компаний китайских, которые хотят выходить на мировой рынок, это и игровые компании, это и там, и электронная коммерция, вот, мы, как бы, помогали им в этом, то есть, их просто нужно поймать, то есть, как бы, тут надо, надо, то есть, тут не работает, что не работает никакая реклама в Google, потому что Google заблокирован, тут, вот, просто нужно, ну, перевести сайт на китайский и, как бы, там, чуть-чуть попродвигать его, там, в Китае, есть специальные люди, которые это умеют делать, вот, ну, дальше, вот, я слышал успешный пример, у компании, такой, Last Weekend называется, да, которая, вот, привлекла, именно от венчурных фондов китайских, инвестиций, вот, ну, что там какие-то сразу возникают истории про перенос всего, ну, про перенос интеллектуальной собственности в Китай, как только вы говорите с китайским вечерным фондом, вот, ну, то есть, такая сложная история, да, вот, но на самом деле в Китае есть несколько там фондов, которые нацелены на работу именно с российскими компаниями, один из них, это TUSPARC, с которыми мы общались, вот, еще там парочка есть, вот, и плюс, не знаю, сейчас, вот, в прошлом году с предсколкового появился российский-китайский фонд, вроде в этом году что-то с участием РВК будет запускаться, вот, ну, не знаю, как бы, успешно ли это будет, будут ли инвестиции, из этого, ну, вообще, на мой взгляд, это, если все не упрется, вот, как раз в эти самые барьеры культурные, и прочее, вот, то это вообще очень хорошая история, потому что, как бы, ну, у нас явно, что, недостаток инвестиций венчурных, да, там, вот, и хорошие мозги, да, ну, как бы, вот, под китайский рынок, ну, китайский рынок огромный, там, как раз, вот, недостаток сейчас, там, переоценены, да, их местные мозги, ну, как бы, очень перегрет венчурный рынок, и просто, там, любой, кто начнет заниматься вот венчурным инвестированием российско-китайским, наверное, много заработает, я так думаю, вот, ну, и последняя возможность, как мне кажется, да, успешно работать с китайцами, это, вот, как бы, чтобы стать лидером на российском рынке, да, и, как бы, чтобы вас приобрел китайский стратег, то, что произошло, с нами, как бы, вот, а, действительно, нужно, там, это несколько лет работы, и потом еще, там, полгода долгого, ежедневного, 24-часового общения с китайскими коллегами, вот, но это такой, тоже путь хороший, по китайской традиции закончу свое выступление пословицей, что они вообще очень любят свои пословицы, русские, что дорога в тысячи лин начинается с первого шага, вот, вот, спасибо за внимание, вот, есть ли вопросы, — Спасибо большое за доклад. — Здравствуйте. Скорее всего, как случилось вас приобрел китайский инвестор? Вы пошли на рынок или уже были представлены на рынке? — Нет, это как бы две независимых истории. Сказать, что мы на их рынке присутствуем, по-честному нельзя. Мы просто продаем, у нас относительно их рынка доля совсем маленькая. Но в нашем объеме выручки вторая страна после России оказалась. Потому что вот эти несколько клиентов, которые у нас есть, которые выходили с нашей помощью на российский мировой рынок, они сделали довольно приличный набор и делают. Нет, это две разные истории. То есть мы китайским инвесторам были интересны именно как лидер в России. — А вы поступили по модели, что вы по-язычному менеджеру отправили? — Не-не, они тут были, я говорю, в основном это были интернет-продажи. То есть они сами приходили, разбирались. Им просто нужно было, ну, нужен был там сидиен в России. Они искали, находили нас там, потому что у нас на китайском языке был сайт. И покупали, да, то есть как бы вот. То есть сказать, что мы активной продажей занимались, я не могу. Да и довольно сложно, то есть как-то из тысячи компаний, мы же там одна, да, и заинтересованы в российском сидении в Китае. То есть тут скорее вот просто надо информацию как бы донести и достаточно хорошо описать себя, чтобы там им легко было заказать, легко было разобраться, да. То есть там прям сильно… То есть если мы, конечно, решили выйти на китайский рынок и продавать китайцам для того, чтобы раздавать контент в Китае, ну, это… ну, нужны были бы совсем другие подходы, там, другие инвестиции. Вот. Ну, я говорю, даже вот это вот… Даже то, что мы, в общем, сильно не занимались этой историей, просто вот чуть-чуть вложили в такой легкий маркетинг и в перевод сайта, это дало нам там больше, чем, ну, не знаю, зарабатываем в странах СНГ, там, да, как бы, других, там, или там… Хотя мы там довольно серьезно занимались, там, в Украине, у нас даже украинский офис есть. То есть тут как бы вложения были гораздо меньше, а там отдача гораздо больше. Вот. Просто за счет объема рынка. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Подскажите, пожалуйста, какие вот способы контекстной рекламы, где размещать контекстную рекламу в Китае, на каких площадках? Как вообще продвигать веб-сайты в Китае? Ну, байду. Байду. Байду, да. Ну, вообще, вообще в Китае… Снимаем, да. Снимаем, ну, проще всего просто нанять агентство местное. Но надо, как бы, как это… Чтобы они понимали, что вы свой, как бы, а не чужой. Вот. Нет, есть русские агентства, на самом деле, как бы, которые там, ну, русскими людьми там основаны, которые, там, как бы, работают с российскими компаниями и, там, продвигают их в Китае. То есть… Ну, вот. А так, на самом деле, может быть даже полезнее, чем сайт, страница в витчате. Как вот, я сейчас понимаю. Вот. Ну, и сайт тоже, конечно, хорошая вещь. Просто страницу вит создать недостаточно, не привлечь трафик в любом случае. Ну, да, 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 да. Вот. Но это… Понятно, понятно. То есть это… Я говорю, мы… То есть мы, как продвигались… У нас была страница, ну, на китайском, плюс… То есть мы ее, там, как-то через… Я говорю, ну, какой-то, там, небольшой контекст делали, там, на нее вот… И, в общем, все. То есть и как-то на тематических конференциях, там, пару раз посвятили. Вот. На самом деле там, 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 там чучка же работает сарафон и радио. То есть там, в общем, продайте одному, и там все соседи тут же прибегут. То есть, как бы, вот. Если им это надо, конечно. Так. Спасибо. А есть какие-то конференции в китайские, профессиональные, где можно, там, не знаю, английский язык, например, выступить для китайцев? Ну… 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 Я не знаю, вот вы знаете, в России конференции, где можно на английском языке выставить. Ну, есть. Ну, сказать, что… Нет. Выступать надо, мне кажется, с переводчиком, с очень хорошим переводчиком по-китайски. То есть, как бы… Ну, как бы… То есть, вот, представь себе, вот, в России 90-х годах, вот, знание английского примерно такое. То есть, как… Вот. То есть, можно выступить, но толпы не будет. Окей. А китайские конференции какие можете порекомендовать? Ну, мы были, мы были на мобильном конгрессе, ну, такая хорошая конференция, там, мобильный конгресс в Шанхае, вот. Мы были на конференции игровой по киберспорту, тоже, тоже неплохая была конференция в июне, в ноябре, в Сямыне, вот. Спасибо. Угу. Еще? Ага. Я просто немножко хотела добавить к этому, к ответу вопрос. Я знаю еще, на Тайване есть конференция, называется Computex. Да, она была вот неделю назад. Да, да, да. Но это, скорее, если вам нужно железо купить, хорошего, там, дешевого. Вот. А секция докладов там тоже есть. А? Секция докладов маленькая там тоже есть. Да. И на английском вполне себе хватит. Да, да. Вот. Я расслабил два вопроса. Первое. Больше клиентов в клиентской базе, когда вот вышли на китайский рынок, это физические лица или юридические? Второй вопрос. Есть ли какие-то законодательные, скажем, барьеры для юридических лиц при работе с российскими компаниями, продуктами и так далее? Я слышал, что есть какие-то у них такие вот вещи. Ну, в основном это были юридические лица, барьеров, я не знаю, на самом деле те юридические лица. Ну, в основном это были компании, которым интересен был зарубежный рынок. То есть, если китайская компания интересен зарубежный рынок, то, скорее всего, у них есть офшор в Гонконге. Вот. А в Гонконге уже точно нет никаких барьеров. То есть, как бы, там можно оттуда даже в рублях деньги получать совершенно спокойно. Вот. То есть, как бы, я говорю, мы продавали только тем, кто за рубеж стремится. Вот. И с ними проблем никаких, вот. Как правило, платили нам из Гонконга, да. Ну, я правильно понимаю, что, как бы, доля китайских клиентов, которые продвигают какие-то там свои вещи через ваш CDN, она, как бы, на внутренний китайский рынок распространена, да. То есть, а именно на российских, как бы, на российских пользователей это в меньшей доле распространяется. То есть, основной интерес – это выйти на рынок и работать, как бы, с китайскими игроками, с китайскими пользователями, которые, как бы, внутри себя там на рынке варятся, там что-то предлагают. Я говорю, это очень сложно. Вы оценивали это как-то, вот, статистику какую-то? Понимали, как бы, долю какого рынка вот эти пользователи ваши, как бы, даже клиенты пытаются, как бы, себе… Китайский рынок CDN равен, ну, вот, это, там, примерно миллиард долларов. То есть, в принципе, рынок – миллиард долларов. Ну, сколько нужно туда, ну, как бы, зайти, проинвестировать, чтобы хоть какую-то долю приличную получить. Плюс, скорее всего, вас просто туда не пустят, потому что, там, он закрыт, ну, как телекомизационная отрасль, она закрыта. Ну, то есть… Короче, туда попасть, вот… Но, тем не менее, я говорю, вот, есть компании, которые заходят, но, я говорю, до этого уже нужно совсем другие инвестиции. То есть, нужно открывать офис, нужно занимать китайцев, и тогда, ну, шанс есть продать китайцам. Ради китайского бизнеса что-то. То есть, я правильно понял, китайской инфраструктуры в материковом Китае у вас нет? А у нас, ну, у наших партнеров, вот, которые, как бы, у наших инвесторов есть, можно обращать, с удовольствием с вами поработаем, вот. А у нас самих, да, нет. Ну, как бы, у нас… У нашей радистской компании… Ну, я хотел вот добавить, как представитель операторского, в том числе, рынка, ну, если, как бы, кто не в курсе, да, то есть, в Китае есть такой большой оператор, очень на телеком. Если мы говорим с вами о том, что вы хотите какой-то построить канал туда, как бы, да, то есть, у вас, на самом деле, не очень много дорог и путей, как это сделать, да. Есть, ну, вот, там, да, там, транстелеком, там, там, еще там кто-нибудь, еще там, да. То есть, есть всего, я, насколько знаю, два перехода. Один – это во Владике, да, где транстелеком имеет переход в Китай и доходит до Пекина, там у них есть узел. Второй переход где-то вот в районе, там, Пайкала, Хабаровск, где-то там вот, где-то вот. Вот, и, ну, еще стандартный способ – это вы заходите, переходите, там, в Чина Телеком, в НК отеле, да, где они присутствуют, на том же Десиксе и так далее. То есть, как-то так. Либо вы, там, с ними стыкуетесь напрямую, как бы, да, и что-то там уже попадаете в китайскую сеть, там, что-то уже делаете, как бы, других вариантов нет. То есть, вот, правильно я рассказал, то есть, уже либо надо искать там, внутри оператора, который уже имеет, там, сеть, и на его ресурсах развивать, строить, там, какую-то сетевую инфраструктуру. Еще вопросы? Коллеги, я еще, можно минутку рекламы? То есть, на самом деле, не знаю, если есть, ну, во-первых, да, во-первых, у нас есть прекрасная возможность и в Китае делать, там, и то не только CDN, но и там, и хостинг, и так далее, вот. Плюс есть теперь, да, после сделки. Плюс мы сейчас активно ищем программистов, вот, мы, как бы, делаем здесь R&D-центр, так что, welcome, если где-то, как у кого-то интересы. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.